Южно-казахстанские мукамолы бьют тревогу. Из-за невыполнения обязательств акционерным обществом Астык Транс по поставке вагонов такие предприятия, как Алтын-Ден, Данинан, Пионер и многие другие не могут вывезти пшеницу с элеваторов северных областей Казахстана, из-за чего производство муки может остановиться. На переработку мы его не можем привезти, потому что вагонов нет. У нас на сегодняшний день 3000 тонн зерна осталось, хотя мы в день 1000 тонн перерабатываем. И ситуация неясна, когда решится. Вагонов нету. И никто не обещает, что будет. Вот этот вопрос поднимается по всему Казахстану. На сегодняшний день собран неплохой урожай. И с сентября месяца наоборот зерно должно расти, оно наоборот падает, потому что никто не может забрать. Никто не может отгрузить. Нехватка специализированных зерновых вагонов приводит к затовариванию продукции, срыву контрактных обязательств перед получателями, а следовательно и к значительным убыткам, говорят производители муки. Ситуация осложняется тем, что они связаны кредитными обязательствами перед банками и тем, что основными контрагентами по договорам поставок являются представители ближнего и дальнего зарубежья. А соответственно и ущерб оценивается валюте. У нас деньги вложены в зерно, мы его не можем выточить и не можем делать оборот. У нас есть клиенты, которые покупают зерно, они уже сделали муку, которую сделали предоплату, мы им не можем отгрузить, потому что у нас нет продукции, сырья нет. Потом пшеница, сама мука проблема, да, вот с поставкой. Потом есть корма, которые идут попутно. Сейчас корма взлетели в цене, потому что уже останавливаются все, никто не может перерабатывать. Как отметили на пресс-конференции, проблемы с поставками вагонов для южноказахстанских представителей зернового бизнеса становятся переходящими из года в год. Сначала повысилась стоимость транспортировки, затем железнодорожники объявили о введении новых тарифов на железнодорожные перевозки. За железнодорожный тариф, например, платим где-то 180 тысяч тенге, само железнодороги платим, тариф. И точно такую же стоимость, примерно, платим берет операторские услуги сам хозяин вагонов, Астер-Транс, Костемер-Транс, как и покрытым вагоном. Но этих, ладно, увеличивается, мы даже сразу же эту стоимость накладываем на стоимость продукции, может быть, не проигрываем, но вопрос-то не решается, новых вагонов не прибавляется, новые они не покупают. Вагон не решается. Да, вагонный парк не увеличивается, они могли эти суммы, доход, пусть складывают новые вагоны. О создавшейся ситуации региональная палата предпринимателей проинформирована. Производители стратегического продукта номер один уверены, что правительство может решить вопрос с поставками вагонов. Шанара Уразова, Толгат Абдинабиев, Сергей Константинов, информационная служба, телекомпания «Утрат».